Вспышна, света, боже, где ты, я, ты, я Добро пожаловать на этой кнопке Я присаживался Кстати, зубастая вагина это реальный демон из какой-то мифологии То есть женщина, у которой парадный вход имеет ряд зубов То есть реально есть в мифологии, где такой демон Но это, наверное, я думаю, связано с фейсконтролем На входе женщина, вернее, её вареник проверяет обрезание, если есть, пропускает, если нет, делает Что-то здесь тихо, я начинаю что-то подозревать. Начинаю подозревать, что иду не в ту сторону. Дело в том, что эта овца убежала на звук, и я хочу эти звуки не издавать, пытаться. Дабы она не прибежала обратно. Вообще, я думаю, не надо говорить, что игра в стелсы, да ещё и в смеси с шутером, здорово напрягает мои булки. Даже не то, что я боюсь отложить кирпич, а я боюсь отложить кирпич, а скорее то, что атмосфера такая-то напряжённая. И тут я вроде не был. Тут вроде закрыто, а там я вроде был. Тихо, тихо, тихо. А, вот кровавые шлепки. Мы, мы... Я что, иду по её следу? Я думаю, надо в противоположную сторону сквозить. Короче, я предлагаю делать сейбл. Ну, заебись. А, у меня есть вот черточный, я же подобрал. Ёб твою мать, дея. Хуяся. Я думаю, разработчик этот, Хиями Миязаки, или как-то его, почитал отзывы, что всё пишет, что он говно, и он решил всем отомстить и сделал мега страшную херню, где вообще ничего не видно. Вообще, блядь, ничего. И у меня не... Я как будто... Чё случилось? Я как будто не фонариком себе, блядь, дорогу освещаю, а спичками, нахуй. Блядь, кто-то сзади, нахуй, я ебал. Блядь. О, боже. Что за моменты? Не надо так напрягать-то, блядь, людей. Ой, ёбаный, брод. Что это? Это листья, всего лишь листья. Я чё-то реально на очке сижу, короче. Это мне не нравится, нахуй. Мне не нравятся игры, где ничего не видно. И тишина. С какого нахер, компьютера, блядь, а? Анализируя данные. Пиздаутся с пацаны. Манда пришла. А она ещё и с фонариком. Я ничего с собой не мог поделать. Мои яйца налились свинцом. И в такие моменты у меня очень тупое выражение лица. Я стою, смотрю, ничего не понимаю. Я просто прикинул, куда мне бежать. И понял, что некуда. Ладно, рашим. Да ладно, встала. Мы уже видели здесь всё. А, она сама перестаёт бегать, где надо. Блинная баба. Кто-то, сука, сзади шёл всё-таки. Так, и как же мне от неё спрятаться-то, а? Давайте посмотрим заранее. Может, за этим столом. Куда бежать? В эту дверь или в ту? Я думаю, что цель игры здесь найти пистолет и превратить её обратно в шутер. Что? Терминированно? Может быть, я могу заставить её открыть с компьютером. Анализируя данные. Пробую здесь. Загаситься. Может, она тоже идёт к компьютеру? Щекотливый моментик. Будем называть её прожектор-фейс? Ха-ха-ха. И чё? Она себе дверь делает? Эта вещь использовала её лето. Сфокусирует свет. Это вам чё, блядь? Алан Уэйк? У меня тоже волшебный фонарик, чуваки. Он открывает путь. Знаете, в чём его магия? Он открывает путь туда, куда я вообще нахуй идти не хочу. Так это ж я. Ой, опять здесь. Где я ошибся-то? Я, кстати, впервые себе более-менее удобно настроил управление на джойстике, чтобы камерой крутить. А влево-вправо... Пошла в жопу! Влево-вправо побыстрее, вверх-вниз помедленнее. Главная героиня уже сама идти не хочет. У неё уже ноги заплетаются. У неё уже рука просто впечаталась в лицо от фейспалма. Это из-за того, что ты действительно здесь? Что-то капает с потолка. Я представляю, какой Сайланд Хилл будет, блин, стрёмный, если... Даже и Вил Визин научился делать хоррор внезапно. Двери, блядь, как у моего лифта прямо. Паутина, видите, какая блестящая? Я согласен с теми, кто пишет, что графика ничего, но... Всё-таки не надо вот такую паутину с... А, это не паутина, это стекло треснутое. Видите, какая графика? Я, блядь, стекло с паутиной путаю. Не, ну надо доебаться-то. Для профилактики. Так, Лесли внизу. Залип в стену. Лесли занимается своим любимым делом. Тупит. Куда смотрит главная героиня, я понять не могу. Я думаю, что надо быстрее дойти до Лесли, вдвоём будет не так страшно. О, бусинка. Буся. Кэс-кэс, блин. Не, отойди от меня, ищай, дяда. У тебя глаза подозрительные. Я, в принципе, так окошкам не доверяю. Бывает, гладишь кота у друга в гостях, гладишь, а потом выясняется, что он тебе перед этим в ботинки нассал. Так, я думаю, надо присесть на очко. Ах! Но я всё равно не сделаю наушники потише. Я буду ронять кирпичи, но я буду получать, сука, удовольствие. Гаси свет, дороги нет, как в песне, но... О! Чё это я нашёл? Кубок. Предмет получен. Вам доступна музыкальная композиция. Вы можете прослушать её через аудио проиграть и в главном меню дополнения Assignment. Ну да, если её на запись сейчас проиграю, потом выхвачу от правообладателя наградного леща. Да, я не думаю, что там какая-то супермузыка интересная. Что у неё за мода так в дверь входить, блядь? Можно ж тихо как-то всё это сделать? Ёптвою мать. Если бы я был на её месте, я был бы, знаешь... Знаете, я был бы... Тише шептуна в присутствии какой-нибудь женщины, которая тебе нравится. То есть... Я просто думаю, что если и был бы, то очень тихий, знаете, такой. Вот я был бы ещё тише на месте этой главной героини. Потому что это... Это стрёмно шуметь в стрёмном месте. Я ночью по району под ларька иду тише Бэтмена. Так, здесь тоже какая-то ловушечка, да? А, не ловушка, видимо, а... Загадка. Загадка связана с цветами и цифрами. У меня сейчас никаких информации по поводу этого нету. Где-то есть. Ага. Возможно, эти кнопки на микроволновке дадут нам ответ. Возможно, надо хайкикнуть. Сука, чтобы им жрать было нечего, сломать им микруху. Тогда они все сдохнут. Так, никакой подсказки насчёт этого. Ага, три. Большая три, да? Правая, типа, три. Или чё? Где ещё картина? Через стекло не работает, блин. А что, на этой картине нету цифры? А что, на этой картине нету цифры? Может, все картины там? Ну, блин, стекло не бьётся. Что-то я сейчас вообще не понял. Либо остальные цифры где-то тоже здесь, либо они вообще не здесь. Надо поискать. Давайте подумаем. Это мне так Алан Уэйка напоминает. Вот таким должен был быть второй Алан Уэйк, блин. А не таким, каким он... Каким он... Ага, 18. Жёлтая 18. Тройка красная. Третью цифру можно и наугад найти. Но вдруг за неправильный... Ага, 11. 3, 18, 11. Так. Раз, два, три. Сука. Жёлтая 18, по-моему, да? 15, 16, 18. Здесь? 11. Прикольно. О, ещё кулачок. Может быть, мы из этого письма, если соберём, узнаем, кто такой сейф-хэт. Сейф. Так, всё. Кулачок бумажки добыт. Снова идём. В сражение. Я не помню, она не может, да, со спины вроде как нападать? Не нападать, не нападать. Ничего она не умеет. Что, у меня теперь есть батл? Пустой. Так, этот мёртвый. Вроде бы. Куда это у нас? Куда-то в непонятное место. А что это такое? Улитка? Я не могу ничего с ней делать. Посветить могу на нём. Это пасхалка, что ли? Ха-ха. Круто. Предмет получен. Вам стала доступна первая... А, новая модель, чтобы рассмотреть её. Нахрен, тебе нужны такие подарочки. Типа модельки, блин. Предметы. Я понимаю, костюм. Вот костюм бы дали какой-нибудь эротичный. Было бы прикольно, но... Модельки какие-то. Да, эти вздохи полоскали наш слух. Не часто мы такие прям слышим. Профессиональные, но... Как-то... Чё-то... Слабенько. Ну, чё, в химчистке какой-то? Он там один, да? И чё, он там маячит, гондон этот? Что, надо позвать? О! Тупой осёл. Где моя долбанная бутылка, а? Как её? Ага. Ну, иди на звук-то, ёпта. Не проканала, да? Фонарик не погасить. Сейчас он ещё раз пойдёт своими делами заниматься. Я уже тут рядом просто. Давай, давай, туда, давай, направо. Пошёл, пошёл, пошёл. О, они там разговаривают, походу, друг с другом. Смотрите, они там... В центре пересеклись, что-то и расходятся. Не договорились, видимо, нихера. Он прям глазами, прям сканер. Давай. Нормально вроде. Калькулятор. А, айфон. Я смогу теперь позвонить, что ли? Или что? Я вызов сбросил, да? Она начинает в шкафу дышать, как будто реально что-то сейчас случится. По-моему, ничего не может здесь случиться. Сюда можно было просто пробежать вначале. Сейчас он свалит куда-нибудь. Вот не люблю я стелса. За то, что у меня не хватает терпения в них играть. Очень они монотонные. А, можно позвонить. Позвонить и закрыть их там. Вот что можно. Я так понимаю. Лошары. Обсосы. Дверь-то они не сломают, я думаю. Слишком жирно будет для таких тупых ублюдков. Так, пропуск в лабораторию. Позволяет пройти в другую часть комплекса. Обалдеть. Все равно я нихера не вижу этот узкий мониторчик. Бесит. Вроде широкий экран. А все равно я по бокам ничего не вижу. Ой-ой-ой. Тут заставлено все. Трубы уже необычные начинаются. Как будто не в лабораторию, а на завод приперся. Какие-то звуки шагов странные. И все стихло главное. Такая комната, знаете, в которой явно сейчас что-то будет. А, этот коридор. Вооружившись бутылкой из-под венцарика, идем и ищем жертву, с которой этой самой бутылкой можно поздороваться по затылку. И желательно отжать пестик. Или тычинку. В смысле нож. Но лучше пестик. Верните шутан, вывел Визин. Хватит. Я так понимаю, что вот звезды, звезды на стене, туда надо фонариком посветить, да? Нет. Пнем стену со злости. И пойдем в дверь, которая подсвечена красным. Наверное, там проявляют фотографии. А, нет, мы туда не пойдем. Вот какая-то, вот какая-то загадка здесь, сука, есть. Посветить с другой стороны. А-а-а, тень, наверное, надо. Сделать. Нет. А че надо тогда? Какая-то херня с тенями тут есть. Чем он не завершен-то? А-а-а. Я понял. Сейчас. Как я его, блядь, завершу-то, еб твою мать. А, вот. Сука. Как все сложно. Господи, блин. Я сразу понял, что от меня хотят. Я не понял, как они хотят, чтобы я это сделал. Нормуль отмазка? Бля, опять темно, да еб же. Сука, че, за свет вообще платить не хотим, да? Экономим? Еб твою мать. Я надеюсь, что тот, кто выкручивает здесь лампочки, попадет в ад. Да это вообще ад. Это ад для тех, кто пиздит лампочки с подъезда, сука, с лестницы. Очкую я чего-то. Почему ты открыла свой рот вообще, когда тебя никто не спрашивал? Да. Алан Уэйк. То есть, раньше игра, знаете, косила под Сайлент Хилл, а теперь под Алана Уэйка. И все это под маркой... Иву Визын, от чувака, который делал Resident Evil. Шикардос, блин. После многочисленных недомолвок, инструктажей и тщательной многомесячной идеологической обработки, они, наконец, приняли меня в свой круг. Это место, мягко говоря, необыкновенное. У них все выглядит по-современному, но, сдается мне, они начали свои исследования лет сто назад, если не раньше. У этого места давняя история, и, как я понимаю, это лишь один из множества их филиалов. В госучреждениях, влиятельные семейства, у них широкие связи в высоких кругах, а значит, и для меня открывается море возможностей. Очевидно, мой уникальный подход испытаний в маяке привлек их интерес, и я благодарен за предоставленный мне шанс. Впрочем, большая часть того, над чем работают их научные сотрудники, уже давно устарела. Они сказали, насчет бюджета можно не волноваться, их заботит только результат. Совмещать службу здесь с работой в больнице вполне нормалек. Ну вот Рубен, его работы едва ли заслуживают внимания, но для столь молодого человека это все равно поразительное достижение. Возможно, однажды я даже предложу ему меня ассистировать. Рубен, это, видимо, Рубик. Рубик. Может, тут кто-то новый. Ой, блядь, ёптвою нахуй. Долбанный Мардрит. Да чё я не ожидал сейчас вот этого увидеть. Вообще, он передо мной появился. Я думаю, что какая-то крутая загадка связана с лицом директора этой конторы. Телевизор где-то, что ли, работает? Который я почему-то здесь не вижу. Упс. Наверное, куда-то пропал или кто-то телек выключил. Блин, нихрена они игру сделали. Вот почему? Почему было сразу не сделать такой Вилл Визин? Вот он такой должен был быть. Стремный. Очень стремный. Превратили телевизор в кинопроектор. Какой скотчный мультик он показывает. Фильм, вернее. И что ты предлагаешь? Это, как я могу сказать, что это проект. Тест Роршаха интерактивный. Мехо-химический процесс. С этим мы должны быть способны иметь direct influence на индивидуального. Попытно, даже аксессуя их субскохознение. Я имею ввиду данные в следующей комнате. Давайте я вам показать. Это видео. Я помню, что они мне показали, когда я сюда привезла. Ну, раз она его видела, а то и мы смотреть не будем. В соседней комнате нас ждет продолжение банкета. А что случилось? Что за красная... А, красная тоннычка просто. Почему-то она встала на ноги и перестала присаживаться. Туда не войти. А в какой комнате он сказал продолжение? Что-то я не понял. А, сюда я пришел. Или я сверху пришел. Нравятся мне эти звуки. Это мне вообще мало чего нравится. И что это? За хуидристика? Она ничего про нее не говорит. Как мило ее с ее стороны дать нам самим подумать. Над смыслом происходящего дерьма. Ну, это кресло... Кресло стоматолога. И... И выхода нет. Оу. Там кто-то немножечко помер. Он охранник. Может, у него есть ствол? Может, к нему даже войти нельзя, блин. Это та штука, в которой они соединили все сознания в одно. Ну, подключили их. К Рубику, как мы все помним с предыдущей части. О, вот оно. Включилось. Я называю это стем. Я уверен, что вы и ваши сверху найдут это больше согласовательным. Ты говорила, что дизайн был из твоего пупила. И в этом случае, где ты входишь? Он нестабильный индивидуал. Может, это лучше, что я, продолжил быть тем, кто контактит в этой ситуации. Я бы хотел, чтобы вы привезли этого человека. Мы должны все быть able to have a productive conversation. Что ты говорила, что его имя был? Рубик. Рубен. Ага. Рубен Викториано. Где прятаться? Открывать она не лезет. Ну, она идет или что? Пиздец какой-то. Как меня это напрягает. Гребаная садомия. Нападайте на меня сразу. Убей меня нахуй. Ну. Убей меня нахуй. 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 Супердверь. За которой нас ждет светлое будущее. Нет, очередные потоки дерьма. Что ж. Не знаю как с вас. С меня пожалуй хватит. Я устал уже ходить раком в этой игре. Это очень напрягает, когда нечем стрелять. И нихера не видно. Это просто адская смесь для моей жопы. Поэтому я пожалуй здесь и закончу. Нахрен.